Приветствую всех! Я Наталья Невзорова. И сегодня, как и обещала, я делаю обзор новых карандашей подводок для глаз из серии V1. Я сейчас вам продемонстрирую все четыре цвета. И мы посмотрим, насколько они хороши для растушевки, то есть, насколько они стойкие. Здесь написано, что 99% женщин подтвердили стойкость карандаша. Здесь выкручивающийся стержень карандаша, который не требует затачивания. То есть, как вообще определить карандаши по цвету? Вот здесь на наконечниках у них нарисованы оттенки. То есть, при выборе можно еще на это обратить внимание, если вы берете карандаши у консультанта. Ну и точно так же по номерам. Начнем мы с черного цвета. Традиционный черный карандаш. Сейчас мы их все протестируем. То есть, выдвигающийся стержень, что примечательно, он выдвигается и задвигается обратно. И вот давайте сейчас попробуем нарисовать тоненькую линию. То есть, если вы обратите внимание, то очень легкое нажатие, получается очень четко очерченная линия, то есть, которую можно дорисовать. То есть, если использовать, например, карандаши как тени. И давайте сейчас попробуем растушевать. Я беру вот такую специальную кисть с таким почти наподобие резинового наконечника. Она есть в мини-наборе. И давайте сейчас попробуем, посмотрим, как они тушуются. То есть, вот смотрите. Ну, я сказала бы, не очень хорошо они растушевываются. Видите, все-таки этот карандаш больше относится к разряду стойких карандашей. Хоть он и мягко рисует, но не очень хорошо растушевывается. То есть, вот обратите внимание. Я с усилием нажимаю. Но карандаш остается. И вот сейчас мы проверяем стойкость. То есть, я с усилием надавливаю. Но карандаш остается. То есть, мы можем отнести его действительно к разряду стойких карандашей подводок. Следующий цвет, который мы посмотрим, это синий. 315-58. А у черного 315-57. Оттенок синий. Получается оттенок, знаете, полночная синева. Очень напоминает такой, видите. Следующий оттенок хаки. В простонародье можно назвать его зеленым. Цвет получается практически чуть ли не под черный. То есть, настолько темно-зеленый оттенок. Вот так вот он выглядит. Так вот, 315-59. Хаки зеленый. И еще один оттенок сливовый. По поводу которого, когда увидели фотографии, сделанные в моей группе ВКонтакте, люди сказали, что он больше напоминает коричневый по цвету. Но на самом деле он действительно стопроцентно сливовый. То есть, посмотрите, оттенок. Такая темная слива. Ну, достаточно достойный. Вот здесь в каталоге все-таки написано. Стрелки или смоки. Эффектный взгляд от V1. И вот здесь, видите, нарисована растушевка карандаша. Ну вот, посмотрим, если все-таки он стойкий, то растушевывать его надо при первом нанесении. То есть, когда первый раз наносится, то есть, тогда и растушевывается. Вот мы сейчас его нанесли. Видите, он очень мягко рисует. Очень по качеству классный карандаш. Просто изумительно. И сейчас давайте сразу, пока он еще не застыл, то есть не зафиксировался, мы его попробуем растушевать. Вот обратите внимание, то есть, если вы его наносите и сразу растушевываете, то можно сделать смоки-эффект. То есть, если он у вас какое-то время уже закрепился, обратите внимание, да, то уже смоки-эффект получается недостаточно хорошо. То есть, вот отличие в том, как можно достичь смоки-эффекта. Вот здесь вот вообще, видите, уже не растушевывается практически. Я думаю, что что-то из этого вы для себя подберете. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас я вымыла руку с мылом, и у меня осталась от карандашей вот такая линия. Поэтому лучше, конечно, макияж снимать каким-то водостойким средством. То есть, видите, вот так вот остается это я помыла руку с мылом. С вами была Наталья Невзорова. Смотрите мои обзоры, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится». Делитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Здесь вы найдете ссылку на мой канал о тестах косметики, на который я вам рекомендую подписаться, чтобы вам, как только у меня выходит свежее видео, приходило на электронную почту оповещение. Под этим видео вы найдете ссылку на группу ВКонтакте и группу в Фейсбук, где вы сможете посмотреть фотографии со сводчами, а также ссылку на мой сайт, где вы найдете много информации по продукции. С вами была Наталья Невзорова. До новых встреч!